Привет всем! С вами Евгений Мишин с небольшим обзором о California Pro, которая прошла две недели назад. Что можно сказать по этому турниру? Большинство спортсменов были не готовы, как и на предыдущих. Indie Pro и New York Pro. Совсем печально. Такое ощущение, что этот год совсем начался с нулевых спортсменов. Обычно только, как посмотришь на Indie Pro, один-два спортсмена и New York Pro тоже один-два спортсмена в качестве. Остальные просто, как говорится, дрова. Давайте обсудим только топ-4 спортсмена на California Pro. Это наш Мухаммед Элямам. Он занял 4 место. По качеству он, конечно, был ниже, чем даже в New York Pro. Я думаю, это сдается с перелетами. Плюс здесь находится в Америке. То есть не так-то это просто держать форму. В принципе, для долгого времени, то есть считаю, здесь месяц находится. Достойно. Мухаммеду не хватает единственное, что я думаю считаю, общей массы. Общая масса тела, плечей, задние бедра, внутренние бедра. А так у него симметрия очень хорошо смотрится. Думаю, что благодаря этим он может стать первым на одним из про-турниров. И очень приятно, что он выступает за Россию. Хотя сами египтяне, я думаю, остальные египтяне, которые выступали на этом турнире, считают его предателем. Потому что выступает за другую страну. Если посмотреть на Мухаммеда, единственное, что минус, у него боковые позы. Это по ногам. То есть задние бедра отсутствуют. Ну, не отсутствует, но она слабовато по сравнению с четырехглавой. Ну и, как говоришь, до этого, что он залитой. Это тоже понятно, что перелеты. Я слышал, что он будет соревноваться через месяц. Я думаю, что прилетит, будет еще получше выглядеть. На третьем месте Мустафа. Хасан Мустафа. Он тоже с Египта. Здесь спортсмены напоминают Пака Батиста, когда соревновался на Олимпии, там, на Нью-Йорк Про. То есть он такой же, как сказать, квадратный, мастодонный. В России бы назвали его просто коряга. То есть широкая талия. Плечь не так широко отличаются от талии. Ноги здоровые, плечи, руки. То есть парень похож на, как сказать, на стронмен компетишн пацана. Качество, конечно, у меня тоже не совсем. Видно, что воду держит. Может даже чуть подкожный жир со спины. Второе место Мохаммед Шабан. Тоже Египет представляет. Соревнуется с 2018 года. Уже был чемпионом одного из про-турниров. В принципе, сложен хорошо. Единственное, что тоже залитой. Гораздо можно было качество выставить лучше. Но я думаю, что с перелетами это все связано. Не так просто пролететь, когда разница в часах особенно. Держать форму. Ну, в принципе, на то мы и профессионалы, чтобы показывать лучшее. То есть, наверное, что-то где-то ошибки допустил. На первом месте у нас Патрик Мор. Спортсмен выступает с 2018 года. Был уже чемпионом двух про-турниров. Также друг Фила Хита. Но, я думаю, Фил ему помог чуть-чуть с подготовкой. Патрик, в принципе, смотрится сбалансировано. Качество лучшее на этом турнире. Я думаю, что все равно можно было больше довестись. Чуть-чуть больше. Ну, если быть совсем идеальным. То есть, талио не узкое. Масса хорошая смотрится. Единственное, что, опять же, задних поз, задние бедра слабые. Но из боковых тоже чуть-чуть можно побольше. То есть, задний набат. Руки сильные. Плечи тоже ничего смотрятся. Да, задний поз у него падает, конечно. А максимальная маскулистость тоже неплохо смотрится. Так же, как у Мохаммеда Шабана тоже отлично выглядит. Но, единственное, качества мало. Дайте посмотрим финал четверых. Первый вызвали у нас Мохаммед наш. Видно, что в линии по массе отстает. Ну, и качество слабое. Второй у нас Патрик идет. Патрик выглядит фаворитом. Видно, что... В принципе, справедливо поставили. Потом идет у нас после Патрика Мохаммед Шабан. Он, конечно, массой тоже чуть поменьше отличается от Патрика. Но смотрится взбалансированно. Опять же, не хватает качества. Но для его роста, в принципе, он смотрится... Ничего напоминает мне Сергея Отроха. Или этого даже как Жора напоминает. С Украины давно еще у нас выступал спортсмен. Потом идет у нас Хасан Мустафа. Он, конечно, здоровый, отличается всех по массе. Но, опять же, качества мало и выпадает с пропорциями. Такое жалко, что у нас Мухаммед чуть массово отстает от них. Было бы здорово посмотреть его с крупными людьми. То есть в соревнованиях. Чтобы он победил, конечно. Давайте посмотрим на топ-2. Это у нас Патрик и Мохаммед Шабан. Я думаю, что если бы Шабан довелся чуть по качеству, то он бы даже, возможно, мог бы и выиграть Патрика. То есть мне даже больше нравится по форме, то есть по массе. То есть более круглый, чем Патрик. Патрик широкий, но мышцы чуть плосковато как-то смотрятся. Ну, Шабану не хватает глубины, опять же. То есть все в качество упирается. Как говорится, если качество принесешь, то есть даже вероятность, что человек выиграет, даже если не так симметрично сложен. Так, ну что могу сказать про этот турнир? Как всегда, то есть, как и два остальных турнира, Indie Pro и New York Pro, люди просто не готовы. Мне кажется, что стали раздавать про-карты буквально всем. То есть про-карту получил и уже считаю, что достойно стал профессионалом. Но на самом деле надо готовиться на профессиональный уровень, не как любитель. То есть до этого уходит больше денег и надо буквально посвятить всю жизнь и всего себя, чтобы стать лучшим среди профессионалов. Иначе не работает. То есть только этим и занимаешься. Но это опять же тяжело, так как надо еще как-то зарабатывать деньги. То есть не все профессионалы зарабатывают на жизнь. Только с РНВ. Я думаю, что 105 только на Олимпе могут так позволить. То есть какие-то контракты, гостевые позирования, семинары. Остальные, как право, когда я выступал сам, то приходится пахать. Ну и постепенно тебя знают и какие-то предложения поступают, чтобы, ну то есть, деньги-то получать. С вами был Евгений Мишин. Всегда рад ответить на ваши вопросы. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.